Диспансеризация 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 а также получить консультацию специалистов, уже имеющих опыт реализации социальных проектов в различных сферах. Евгения Логинова, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр Богучаны». Диспансеризация для людей, а не для галочки. Богучанская поликлиника работает теперь в субботу. Для того, чтобы люди могли пройти диспансеризацию и проверить свое здоровье. Бесплатно и без очереди. Для этого лишь нужно в выходной день прийти во взрослую поликлинику к своему участковому терапевту и потратить пару часов на сдачу анализов и прохождение различных обследований своего организма. Выходной день, а в Богучанской взрослой поликлинике многолюдно. Люди проходят сегодня диспансеризацию, но не сидят по несколько часов в очередях и не толпятся в коридоре возле кабинета врача, как это бывает в будние дни, а спокойно и размеренно сдают анализы и проходят обследование. Люди не болели, чтобы пройти и все. Будешь знать, что они болеют, и других не заражать. И спансеризацию проходят люди, чей возраст делится на три. Бесплатно и без очереди. Взрослому населению предоставляется возможность пройти необходимых специалистов и проверить свое здоровье. Здесь можно не только сдать анализы, но и пройти ЭКГ, флюорографию, маммографию и даже УЗИ. Три крови сдала, флюора прошла, маммографию, налозного и кардиограмму. В общем, удобно, что очередей нет, что в субботу. Ну, конечно. А так, кроме этого народа, еще народ вообще. Диспансеризация помогает на ранних стадиях выявить такие заболевания, как онкология, сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, а также хронические болезни легких. Но главное – это нужно сделать вовремя. Человек должен о себе заботиться точно так же, как он, допустим, заботится о своем автомобиле. Проходит все время техосмотр, а медосмотр себя забывает почему-то. Думает, что человек более жесткая конструкция, наверное, чем железо. Но это не так. Тоже надо проверяться. Потому что такая пословица есть – поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Надо выявить на ранних стадиях, чтобы было легче лечить. До Нового года Бугучанская поликлиника также будет продолжать работать по субботам, для того, чтобы как можно больше людей успело пройти диспансеризацию. Людмила Кочнева, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Бугучаны». На протяжении восьми лет фестиваль национальных культур вокруг света является одним из самых популярных мероприятий в Бугучанском районе. В нем принимают участие как школы, сельские дома культуры, так и детские сады. Это настоящий праздник национальных культур. В минувшие выходные второй этап фестиваля завершился. И жюри подвело итоги. О том, кто стал победителем фестиваля, расскажем в сюжете. Феерия, буйство красок и разнообразие культур. Именно так можно охарактеризовать самый масштабный фестиваль детских национальных культур вокруг света. Восьмой год подряд этот конкурс собирает большое количество участников со всего Бугучанского района. И не зря фестиваль приурочен к празднованию Всемирного дня ребенка. В этом году участие в нем приняли около 200 ребят разного возраста. Первый соревновательный день фестиваля проходил 19 ноября. Участие в нем принимали дошкольные учреждения района. Во второй соревновательный день артисты принимали участие в четырех возрастных номинациях. Открыли конкурсную программу финалисты первого этапа фестиваля – воспитанники детских садов. Примечательно, что в фестивале приняли участие и дети с ограниченными возможностями здоровья. Они исполнили русскую детскую игровую песню. А зрители им в этом помогли. Чем ты могу, чем ты могу, мой черный парень? Масштабы фестиваля завораживают. Каждый зритель познакомился с большим количеством национальных культур. Узнал их особенности, традиции и обычаи. Участниками фестиваля были представлены такие страны, как Египет, Африка, Финляндия, Германия, Узбекистан, Япония. И это еще не весь список. Участники из поселка Гремучий окунули зрителей в мир индийского кино. А гигантский слон на сцене придал особый колорит этому выступлению. Многие участники впервые выступали на сцене районного Дома культуры. Но это им не помешало хорошо выступить и достойно представить выбранную страну. Волнение есть, да. А как успокаиваете себя, чтобы не бояться? У нас есть такой свой ритуал. Мы друг друга поддерживаем, обнимаемся. Свой такой личный. Успокаиваемся. И потом все сразу снимают как рукой, да? Ну да. И ты выходишь на сцену, все забывается. Да, и танцуешь. Ты просто кайфуешь на сцене. Лауреатами первой степени среди самых маленьких участников стал детский сад «Буратино». В младшей и средней возрастной категории победителями стали ученики ангарской школы. И в старшей возрастной группе лауреатом первой степени стал хореографический ансамбль «Солнышко». Гран-при фестиваля заслуженно получила ангарская общеобразовательная школа. Можно с уверенностью сказать, что фестиваль «Вокруг света» уже стал культурным брендом в Богучанском районе. Людмила Кочнева, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучаны». Впервые с большой концертной программой выступил коллектив народного самодеятельного ансамбля «Русская песня» в поселке Абон. О том, какие впечатления оставил коллектив Абонца, расскажет Евгения Логинова. Подъем в ранний час и длинная дорога не убавили творческого энтузиазма у участников народного ансамбля «Русская песня». Наоборот, в хорошем смысле этого слова в боевом расположении духа состоялась высадка народного десанта в поселке Абон. После непродолжительной репетиции наши артисты были готовы выйти на сцену Абонского районного дома культуры, где их уже ждал зритель. Ранее ансамбль «Русская песня» уже принимал участие в ежегодном конкурсе «Играй гармонь поселка Абон», но с большой концертной программой они здесь впервые. Действо на сцене преобразовалось в настоящий эмоциональный, яркий и запоминающийся спектакль. Глубоко патриотические композиции, воспитывающие поколения, составили два блока программы. Это «Русские народные» и «Казачьи песни». «Русские народные» и «Казачьи песни» С каким вдохновением люди отдаются концерту и как они преподносят это все, как выставлена программа, интересно. Аккомпанемент очень хороший, очень грамотный музыкант Иван Федорович. Вообще мне понравилось. Я желаю этому коллективу дальнейших творческих успехов. И чтобы как можно дольше сохранился вот в таком патриотическом, патриотическом художественном варианте. Где, как ни в песне, можно постичь характер народа, его безмерную широту, задор и доброту, самородный нрав и молодецкую удаль. Здесь, как и в молитве, происходит очищение души. Сегодня каждый участник ансамбля понял, как много значит песня в жизни русского человека. Люди, которые говорили слова благодарности, очень приятно отзывались о нашем репертуаре. Что наш репертуар глубоко патриотичен, нравственен. А это для нас самое главное. Потому что некоторые из нас только сегодня, может быть, поняли, какого содержания мы поем песни. И мы стояли на сцене, нас распирала гордость за то, что мы, простые сельские жители, любим свою родину, гордимся ей. И не только большой, но и малой тоже. А не смолкающие аплодисменты зрительного зала – вот главное подтверждение тому, что время зрителей и силы коллектива ансамбля сегодня потрачены не зря. Всем очень понравилось. Я думаю, все жители нашего, не только поселка, но и района, остались очень довольны. Даже не жалко этого потраченного времени, а может быть, кто-то планировал другое. Но это вообще, мне, лично мне очень понравилось. Может, где-то что-то я не понимаю, но мне понравилось очень. И я думаю, всем, кто здесь был, тоже понравилось. Спасибо. И мы ждем этот ансамбль еще. Я думаю, что это не последняя, не первая, не последняя наша встреча. Очень тепло встретили, очень сердечно. Были бурные, горячие аплодисменты, глаза горели у всех. В общем, было здорово. Ну, а мы, артисты, естественно, для нас самая главная награда – это аплодисменты. Искренность, эмоциональность и выразительность русской народной песни без сомнения покорила своих зрителей. С нетерпением абонцы ждут следующей встречи с творчеством народного ансамбля «Русская песня». Храму книги Центральной районной библиотеки имени Густава Дмитриевича Шелько 17 ноября исполнилось 93 года. Все это время библиотека охватывала своей деятельностью все социальные группы жителей села, помогая им решить многочисленные самообразовательные проблемы. В этот особенный для библиотеки день для читателей провели экскурсию по залам учреждения. О том, как устроено Центральное книжное хранилище нашего района, расскажем в сюжете. В настоящий момент структуру Центральной районной библиотеки составляют сектор комплектования и обработки литературы. Отсюда начинают свой путь к читателям книги и журналы. Сектор организации и использования фонда является главным книгохранением нашего района. Здесь обслуживаются филиалы сельских библиотек. Далее зал компьютерных технологий. Здесь сотрудники библиотеки осуществляют техническое обеспечение библиотечных процессов. Здесь находится у нас зал краеведения. В краеведении представлены вся литература Красноярского края, Бугучанского района. А здесь располагается зал абонемента, который предоставляет своим читателям возможность получать книги для использования их вне стен библиотеки, а также организует и проводит различные тематические книжные выставки. Здесь находится Центр правовой информации. Это путеводитель в мире права. Также здесь читатель имеет возможность оперативного и бесплатного доступа к правовой и юридической информации. В читальном зале библиотеки собрана вся учебно-справочная литература. Ею пользуются представители всех возрастных категорий. Действует читательский фонд Михаила Прохорова, в котором собрано очень много литературы. Представлены периодические издания, журналы и газеты, электронные издания и аудиокниги. Есть возможность работы с компьютером. Также здесь организован и работает каждое воскресенье шахматный клуб. Читатели в этот день смогли лично ознакомиться с каждой составляющей частью библиотечного процесса. Читателем я состою, наверное, в библиотеке с пяти лет. Я очень люблю литературу, люблю библиотеку. Я без библиотеки просто жить не могу. В настоящее время я нахожусь на пенсии, но тем не менее я постоянно хожу в библиотеку. Читаю очень много. Без книги были бы невозможны ни образование, ни культура нашего общества. Именно книга хранит в себе все то, что было накоплено человечеством за время его существования. А библиотека и есть храм, который хранит в себе это культурное наследие. Евгения Логинова, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр Богучаны». В Богучанской детской школе искусств прошла выставка сотрудника Нуреи Кюпе. Нурея представила свои работы, выполненные в различных техниках и стилях. О уровне сложности и времени выполнения творческих работ расскажет Евгения Логинова. Уважаемая Нурея Гаминова, я думаю, что сегодняшний день для вас очень волнительный и торжественный. Мы от всего нашего коллектива сердечно вас поздравляем с этим днём для вас. Желаем вам дальнейшего творчества и профессионального творчества. Поздравляю. Большое спасибо. В детской школе искусств 15 ноября прошла презентация работ действующего сотрудника. Нурея не имеет никакого отношения к изобразительному искусству, но одарённая от природы и неравнодушная к творчеству, она с удовольствием берётся за непростые сюжеты картин. Это алмазные вышивки, вышивки бисером, нитками и другие. Также увлекается вязанием, спицами и крючком. Порой одна вышитая картина занимает около месяца времени, но Нурея никогда не бросает начатое дело. Чем сложнее работа, тем она интереснее, говорит Нурея. Работаю среди интересных людей, особенно художники, во многом мне помогают. Если я что-то спрошу, они готовы мне во всём помочь. Поэтому ещё вот сама среда работы, где я работаю в школе искусств, вот это вдохновляет вдохновение. Прихожу, мне нравится сюда приходить всегда. И они все азартные люди, что искусство вот это у них, ну, они любят это дело. И мне тоже с ними нравится. Поэтому, наверное, благодаря им, учителям нашим, я вот это всё вот начала развиваться. Интересуются дети, всем им нравится. Я им всем объясняю. Им всем тоже хочется. Ценность данной выставки для учеников детской школы искусств заключается в том, что подобно в стенах школы они ещё не занимаются, но уже имеют неподдельный интерес именно к этому виду творчества. Это очень добрый человек. Я постараюсь к ней подойти с советом, потому что я тоже интересуюсь бисероплетением. Ну и поэтому, может быть, тоже у меня вскоре будут такие работы. Нурея не только добросовестный сотрудник, но и очень хороший, отзывчивый человек. Коллеги и ученики тепло отзываются о ней и восхищаются её творчеством. Конечно, приложила много она усилий. Хоть она и говорила, что вроде легко, но понятно, так как это любимое дело, может быть, и делалось оно легко. Но мы понимаем, насколько это кропотливая работа, да, сколько надо усидчивости, чтобы выполнить, и уже был такой результат. Поэтому, ну, Нурея Ганиетовна, она сама по себе очень такой дружелюбный человек. Она очень отзывчива, она всегда готова помочь. Она помогает нам даже оформлять выставки, да. То есть также она знает всё ребятишкам. То есть такой надёжный, порядочный, интеллигентный и очень жизнерадостный человек. Поэтому, когда общаешься с ней, то и самой хочется, естественно, тоже что-то начать творить. Большого терпения и внимания требует создание любой творческой вещи. Порой даже самая маленькая и незначительная работа отнимает много времени и сил. Но Нурея любит познавать новые направления и не собирается останавливаться на достигнутом. Евгения Логинова, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр» Богучаны. Это были все новости Богучанского района. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Скоро Новый год. Уже пора задуматься о новогодних подарках. И в магазине «Диамант» знают о новогодних подарках всё. Уже сейчас можно заказать сладкие новогодние подарки на любой вкус. В пакетах, коробках и в мягких игрушках. Более двухсот наименований конфет и кондитерских изделий. Краскон, Ротфронт, Красный Октябрь, Славянка и множество других известных изготовителей. В магазине «Диамант» вам помогут сделать индивидуальный заказ. И тогда ваш подарок станет уникальным. Также в магазине большой выбор русского трикотажа и текстиля. От пижам и костюмов до изящных простыней и красивых штор. Ждём вас по адресу. Село Богучаны, переулок Андрея Толстых, 1, помещение 8, магазин «Диамант». Сделайте свой праздник по-настоящему сладким. Открыли новый бизнес и не знаете, где найти клиентов? Хотите привлечь внимание к своему магазину? Или вам нужно просто продать ненужные вещи? Ваш выбор – бегущая строка. Потенциальная аудитория – 15 тысяч человек. В зоне охвата сразу три посёлка – Богучаны, Гремучий и Красногорьевский. Цена за одно слово – всего 30 рублей. И, конечно, всегда действуют постоянные акции и бонусы. Теперь сделать заказ на бегущую строку можно, не выходя из дома. Заполните заявку на сайте tv-spectra10.ru и уже на следующий день ваше объявление появится в эфире. Надёжно, быстро и эффективно. Телефон госправок 227-66. Внимание! Впервые в Богучанах гастроли Железногорского театра «Перетты». 7 декабря в посёлке Таёжный на сцене Дома культуры в 10 и в 13 часов – музыкальная сказка «Морозка», а в 19.00 – музыкальная комедия «Здравствуйте, я ваша тётя». 8 декабря в Богучанах на сцене районного Дома культуры также в 10 и 13 часов – музыкальная сказка «Морозка», а в 19.00 – музыкальная комедия «Здравствуйте, я ваша тётя». Билеты можно приобрести в кассах районного Дома культуры и Дома культуры поселка Таежный. Уважаемые богучанцы, в ближайшее время в селе Богучаны будет производиться снос аварийных домов по улице Центральная 21, улице Октябрьская 47, переулок Толстого 25. Желающие могут приобрести оконные и дверные блоки, дверные полотна, брус и другие материалы. Просьба обращаться в администрацию сельсовета по телефону 8 908 223 58 53. Грандиозная распродажа тюли, шторы и портьеры от 200 рублей 22 и 23 ноября районный Дома культуры Янтарь. Внимание! 22 и 23 ноября в районном Доме культуры Янтарь с 10 до 18 часов состоится распродажа шуб города Пятигорск по фабричным ценам. Здравствуйте! Давайте вместе разберемся, как проще и удобнее получить государственную услугу по линии МВД. У нас для вас есть два варианта. Можно запастись терпением и отстоять очередь. А можно подать заявку на получение госуслуги дома, в уюте и комфорте. Можно заплатить за получение государственной услуги полную стоимость. А можно воспользоваться единым интернет-порталом и сэкономить до 30% от стоимости. Можно потратить время на получение одной государственной услуги. А можно в пару кликов подать заявку на получение нескольких, узнать информацию об имеющихся штрафах и многое другое. Нам очень интересно, что вы выберете. Мы свой выбор уже сделали. Слушаю. Здравствуйте, полиция. Ваш сын в драке покалечил человека и сейчас задержан. Вопрос можно решить за 50 тысяч рублей. Куда привезти деньги? Остановитесь! Не дайте себя обмануть! Не передавайте деньги незнакомым людям, кем бы они ни представлялись. И прежде всего, позвоните близким. Алло, мам. Да не, у нас все нормально, все хорошо. Гуляем. Не дайте себя обмануть! Я тоже раньше за руль пьяный садился. И еще, а? Отставить разговоры, вперед шагом марш! Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Руки бы тебе поотрывать! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить! Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя. Субтитры создавал DimaTorzok